Небольшая загадка Формулируется так Угадайте, какую фамилию я хочу произнести После того, как произнесут первый ряд Я сначала назову шесть фамилий А вы угадайте, какая будет седьмая Чехов, Булгаков, Вересаев, Горин, Арканов, Крелин Юлий Следующая фамилия? Я не очень понимаю Я очень по счету, что вы меня поместили в этот ряд Но я не очень понимаю, по какому признаку Никакого отношения, по всякому случаю, не по национальному Немножечко я могу соответствовать Юлию Крелину, который был гражданином Израиля Но неужели никто из вас не догадался? Вот кто-то правильно назвал это имя Михаил Книжник Который потихонечку уже выдвигается к этой эстраде Почему Михаил Книжник? Потому что, если кто не знает, а я так понимаю, что в университете наша аудитория обвинить трудно Но, во всяком случае, она на это расспеховала Потому что все шестерназных были прекрасные писатели И, кроме того, прекрасные врачи И эту обойму замечательно пополнил Михаил Книжник Действующий врач и действующий писатель Надо еще, правда, произнести еще небольшую серию имен Например, Семен Злотников, Дина Рубина, Игорь Бяльский, Мямин Клец Это перечислил имена ташкентской мафии, которая заполнила Израиль Михаил Книжник подержит еще и к этой мафии тоже Видите, с какими разнообразными талантами обладает этот замечательный человек С которым мы уже знакомы на 18 лет Дорогой Миша, вот вам и микрофон, и честь, и место Поздравим его, кстати, и с книжкой, недавней, которой она вышла Ее можете и полистать, и даже приобрести на нашем небольшом прилавке Здравствуйте Я угадал Я угадал вашу закатку, Юлия Часанки Книжку действительно стоит купить По многим причинам Во-первых, потому что она оформлена Дениамином в Клецеле И рисунки там действительно замечательные Еще ее следует купить, потому что Выручка пойдет для издания следующего номера Иерусалимского журнала Который нам всем очень дорог А в нынешнем номере есть иллюстрации, репродукции работ, живописных работ Вениамина Михайловича И какой-то очень небольшой текст про него Который я постарался Я не буду его сейчас не зачитывать, не пересказывать Просто я считаю, что Клецель художник большой По-настоящему большой И человек не однослойный И я попытался в этом тексте выразить всю его Не всю, а некую его многогранность И как бы многослойность Не знаю, смог или нет Вот, а чтобы как-то немножко Снять маленький листочек Я вам прочитаю один маленький рассказик Который уместился на стороне одной страницы Называется он «Повод для звонка» То есть это, на самом деле, как бы и не рассказ Но в то же время и рассказ Московская приятельница Работала редактором Она имела обыкновение до 3-4 утра Распадывает пассианс под сигаретку и стаканчик 18 августа 1991 года Я вернулся с утренней пятиминутки В холле меня поджидал пациент из моей палаты Он был евреем И одновременно рабочим инновационным заводе Согласитесь, нечастое сочетание на Ташкент Страдал он повышенной функцией щитовидки Что помимо национального характера Обуславливало его порывистость И некоторую суетливость Приближившись ко мне Он жарко зашептал В Москве переворот, военное положение Горбача-Аристова Что за бред, сказал я И подумал, что ему надо увеличить дозу лекарства И вызвать на всякий случай психиатра Маяк передал, ответил он И сразу отключился Я позвонил моей приятельнице Разница с Москвой была 3 часа То есть в Москве на 3 часа меньше Ты охуел Любезно поинтересовалась она У тебя танки на улице, ответил я До поздней ночи мы с ней перезванивались Ближе к полуночи разговор прервался На полусловие На слове Крым Где горбатый спросил я Арестован в Крыму Разговор прервался Потом я узнал, что ББшный телефон Был настроен Принадаться на ключевых словах Русский язык Единственное Недевальвируемое сокровище России Мы проговорили весь день Не воспользовавшись их Блядскими ключевыми словами Зачем? Ведь есть столько синонимов Эффемизм Крым уже тогда стал Камнем предкновения Через полгода Я засматривал Маниташкенскую Приятельницу в московское издательство Со сборником анекдотов Или антологии дитектива Не помню Интеллигенция выживала в 90-х Московская ренатторша Позвонила и сказала строго Передай своей подруге Что в 9 утра Мне можно звонить Только в случае государственного перевара АПЛОДИСМЕНТЫ